Я Чеботарёв Владимир Дмитриевич, полковник запаса. Представляю интересы СНТ-агроном, членом которого являюсь с 97-го года. В 2010 году в нашем СНТ произошел мягкий рейдерский захват. После этого начались события, которые медленно, 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 но привели к тому состоянию, в котором сейчас мы оказались. Председатель СНТ в 2010 году был избран Филимонов Тихон Александрович, который ведет деятельность, которая, образно говоря, не воспринимается всеми членами СНТ как должное. А именно, началось с того, что началась делиться непонятно как земля. Земли перекупались, перепродавались, переоформлялись, и много участков, которые за ним еще до сих пор числятся. Следующее. Вот даже взять участок, на котором мы сейчас находимся, это участок, который он оформил под себя, здесь разместил правление и берет с нас за это аренду, членов СНТ, не ведя никакой огородничьей деятельности. Больше у него никаких участков нет. Силами инвесторов была построена линия электропередач. Линия электропередач была в этом году передана в безвозмездное пользование организации за остаточную сумму, вернее, она безвозмездно передана, с инвесторами рассчитались. А сейчас, спекулируя на это, он, для того, чтобы все действовали, так сказать, по его воле, по его желанию и так далее, грозит всем или отключить электричество, или же отключить воду, тоже являясь монополистом вместе со своими производителями работ. Также во всех его делах идет сплошная махинация. Первое. Подделываются протоколы собраний. Мы обращались неоднократно в судебные органы, в правоохранительные органы, но никаких результатов от этого не получили. Все идет к участковому, который отказывает в возбуждении уголовных дел, в возбуждении административного преследования и так далее. Самое главное, потому что мы написали сначала письмо 30 членов СНТ, написали письмо, которое ушло в прокуратуру, в следственный комитет. Это письмо передано было в ОБЭП города. ОБЭП города начал его рассматривать, все шло нормально. В дальнейшем тот человек, который это дело рассматривал, был переведен на другую работу, все свалилось к участковому. Написали обращение от 112 человек к генеральному прокурору, в следственный комитет, дальше в Государственную думу. Все эти бумаги спустились в область, с области они пришли в город. Следственный комитет, областной в том числе, отдает в городской следственный комитет, городской следственный комитет передает в ОБЭП. ОБЭП согласно вот того списка, который там выбирает двух-трех человек, вызывает к себе, с ними беседует, с ними беседует стажер. Это дело закрывается, отправляется опять к тому же участковому. Все даже это знают фамилии, участковый Блажкин, который уже, в котором поступил и со следственной, и с прокуратурой. И черт знает откуда, непонятно, и все это дело закрывается. Дальше. Прокуратура дает предписание следственному, вернее, в ОБЭП, чтобы они провели проверку, проверку финансовой и хозяйственной деятельности. Вот два есть предписания, ни одной проверки ОБЭП не проводят. Поэтому, смотря вот на это, то, что здесь творится у нас, это сплошное беззаконие, а то, что власти на это, правоохранительные, никак не реагируют, вот это самое было возмутительное во всей этой нашей эпопее. Вот даже такой момент. Вот у нас проходило на этой неделе собрание. В течение двух недель люди голосовали. Вели заочное голосование. Первый день делали, значит, очное. На очном голосовании было 94 человека. Из них 91 проголосовали против принятия нового устава, потому что он содержит такие пункты, которые дают полную власть нашему председателю. Это тратить деньги, куда хочу и как хочу. В общем, там куча пунктов, которые надо, чтобы правоохранительные органы посмотрели. Что он делает? Он, вчера должно быть подведение всего этого мероприятия, он сюда приходит, забирает все документы, уезжает, никто ничего не считает. Мы были вынуждены вызвать сюда милицию. Она приехала, все посмотрела, составила протоколы этого дела. И сейчас, я не знаю, как они будут рассматривать. Вот поэтому мы обращаемся, чтобы товарищ Бастрыкин, Александр Иванович, товарищ Краснов и Игорь Викторович взяли это на контроль, чтобы вот эти сотрудники его органов, их органов, которые у нас здесь работают, досконально и добропорядочно провели всю эту работу. И чтобы был какой-то итог. Мы не говорим, что мы наставим то, что там, там, там. Пускай проверяют, так как сделала предписание прокуратура. Но это, чтобы было под их контролем. Кто за? Все, все, уйди, уйди. Уйди, сейчас голосуй. Уйди, сейчас голосуй. Кто против? 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 Единогласно! Кто воздержался? Кто воздержался? Бегерут! Он просто не успел ее убрать. Один, один, все, 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 все. Мороз! Один, один! Вот теперь, вот теперь, кто здесь в списку. Здравствуйте, меня зовут Медведев Михаил Владимирович. Я живу в СНТ-агроном. Но, к сожалению, хорошо жить нам здесь не получается. Наш председатель, Филимонов Тихон Александрович, к сожалению, на всех собраниях грозится отключить нам электричество, чтобы убрать трансформатор куда-то. Запугивает членов СНТ, что он отключит им воду. У меня двое детей. Нет другого жилья. Это мой дом. Я хочу здесь жить и хочу жить спокойно. Мы достаточно дружные СНТ. Мы собираемся, помогаем друг другу. Я конкретно не жалею сил. Мы повесили освещение. Никакой благодарности ни от председателя, никакой помощи от председателя нам не поступало. Мы просто хотим здесь хорошо жить и хотим, чтобы наше СНТ было доброе, хорошее, все люди друг друга уважали. А этот человек, наш председатель, нам мешает жить. Помогите нам, пожалуйста. Продолжение того, что сказал Михаил Владимирович, правоохранительные органы, когда мы говорим об этом, они говорят, а вы его переизберите. Но у нас, к сожалению, закон такой, что мы его не можем переизбрать. Вот вам пример собрания два года назад, когда были перевыборы председателя и правления. Мы провели перевыборы, все нормально, все хорошо, все было это. Правление начало работать. Но когда, и ревизионная комиссия, когда с него спросили, товарищ Филимонов, почему вот те участки, которые аффилированы вам, деньги не платят? Почему вы сами деньги не платите? Почему то? Он просто выкинул их всех с правления, переделал протокол и сказал, вы не члены правления, до свидания. Я провожу заочное собрание. Когда надо было проводить заочно-очное, он начал проводить заочное собрание. Когда мы обратились в прокуратуру, ответ с прокуратуры, вот догадайтесь, какой пришел. А очень простой. Пришел товарищ Филимонов, сказал, что он по просьбе бабушек и дедушек, которые здесь у вас превалируют. А вы смотрите, где здесь они? Он, чтобы они не заразились на этом собрании, он его провел в заочном собрании. Отлично мне пришел такой ответ с прокуратурой. Следующее. Смету сделал 1620 за сотку. Во всех СНТ максимум есть 1000-1100. У него 1620. Когда он на юридические услуги со своими аффилированными фирмами тратит в год по 800-900 тысяч, если не больше. Он изымает участок, я уже говорил, у ветерана, у пожилого человека беззаконно продает его. Тот на него подает, не на него, а на это подает в суд. Участок возвращает хозяину, а теперь тот, кто купил деньги, заплатил, подает в суд. И вы думаете, на кого переделает Филимонов? Не на себя, а на СНТ. И на 900 тысяч СНТ влетает. На 900 тысяч. А потом он начинает с ним судиться, еще тратит в 700-800 тысяч, еще суды не закончили. Итого уже один участок потянул на 1 600 000. Еще конца и края нет, счета арестовали, ему непонятно, что и где. И он говорит, а почему это все? Потому что вы не платите. Вы не платите. А когда ему говорят, дай протокол собрания, дай смету, по которой должны заплатить, размести их в интернете. Нигде ничего нет. Как хотите, вот сюда приходите, я вам скажу, сколько нужно, столько и заплатите. Все. Все. Больше никаких этих нет. И вот это вот беззаконие, которое идет, и когда ему приходит, даже так приходит, заявление написали, он расписал то, что принял. Он не дает ответа, человек обращается в суд, а он в суде заявляет. А это не моя подпись. Это не моя подпись, вы понимаете? И бравируйте, даже если меня на почековеческую экспертизу вызовут, то я туда не пойду. Это не уголовное дело, это не моя подпись. До свидания, ребята. Целуйте мою это. Это он заявил при всех вот здесь вот. Я что-нибудь соврал? Нет. Сейчас сниму штаны и поцелуйте меня.